Доброе утро! Сегодня 30 апреля. Я в веловодном походе по реке Медведица. Догадываюсь, что мало кто знает, что такое веловодный поход. Разумеется, любой водник скажет, что это чушь, потому что нормальная байдерка весит килограмм двадцать, ну, десять, если это чисто надувнушка. Занимает объем приличного рюкзака и возить ее на велосипеде, мягко говоря, неудобно. И это совершенно справедливо, если не учесть то, что прогресс не стоит на месте и во всем мире становится популярный такой формат сплав средства, как Пакрафт. Пакрафт это, собственно, как понятно из названия, компактный рафт. Весит они порядка трех-четырех килограмм, но при этом они достаточно прочные, чтобы использовать их на белой воде, на бурной всевозможных более-менее серьезных сплавах. Но в туризме они позволяют взять с собой лодку практически куда угодно, и в пеший, и в велопроход, предоставить водное препятствие или сделать комбинированный маршрут. Зачем в этой картине велосипед? На велосипеде можно заброситься в такие места, в которые не забросишься по-другому. Также, соответственно, из любой точки водного маршрута можно выбраться на велосипеде до цивилизации. Люди также комбинируют Пакрафты с пешими походами. Недавно был очень интересный отчет Платова Патарава. Человек прошел его целиком, используя Пакрафт в одиночку. Ну и множество других отчетов их можно нагуглить. Еще понадобится спас-жилет. Сейчас я его покажу. Конечно, можно и без спас-жилета, но если вы ездите на велосипеде без шлема, можете ходить по воде без спас-жилета. Но если вы используете шлем, то логично использовать спас-жилет, даже если умеете хорошо плавать, потому что вода бывает холодная. Жилеты бывают надувные, более компактные. Но этот не надувной, он большой, но зато он очень легкий. В Америке есть несколько фирм, которые делают Пакрафты. Есть, наверное, в Европе что-то. Самая известная фирма – это Альпака. У нее много разных моделей. Но такие цены, надо сказать, вполне приличные. С учетом доставки получится еще дороже. Но в Европе тоже уровень цен держится. Поэтому, мне кажется, самое рациональное покупать сейчас Пакрафты в России, поскольку в этом году их сразу несколько уже компаний начали выпускать. Есть из чего выбрать. Я выбрал Пакрафт с декой. Он немножко тяжелее. С декой, юбкой, ремешком для надувания в упаковке он весит 4 килограмма. Ну, плюс весло меньше килограмма. Есть вариант без деки, без палубок, грубо говоря. Но, мне кажется, такой вариант лучше, сколько, во-первых, препятствует затеканию воды внутрь Силеси. Практически у меня внизу, внутри лодки, воды никогда не оказывалось пока. Кроме того, такой вариант больше годится для бурной воды, если на такую пойду. А я, конечно, пойду рано или поздно, потому что мозгов-то у меня мало, а дурь много. Здесь еще есть ремни, в которые можно засунуть ноги, так чтобы плотнее держаться в лодке, на порогах и так далее. Так что такой вариант, мне кажется, более рациональный, хотя он немножко тяжелее. Включает еще в себя алюминиевое кольцо, удерживающее деку в нужной форме, в нужном положении. Есть еще вариант пак-каяки, так называемый. То есть, в принципе, это тот же пакрафт, только более длинный, может быть, чуть-чуть более узкий. Больше предназначенный для скоростного перемещения, поскольку стандартный каяк не очень быстрая лодка, а стандартный пакрафт. Как известно, скорость судна в основном зависит от соотношения его длины к ширине. Чем оно более узкое, тем оно более гидродинамически эффективно. Ну, в любом случае, есть из чего выбрать. Если удастся, например, заказать индивидуальный вариант в Красноярске, можно вообще под себя как-нибудь попытаться, если вы уже опытный водник и знаете, что к чему. В любом случае, я думаю, самое время начинать по крафтингам заниматься. Потому что много непройденных маршрутов, много интересных идей, может родиться в сочетании пеше-вело и водного туризма. Ну и, в конце концов, приятному запроску, даже для просто водного походика, дойти с небольшим легким рюкзачком и легкой лодкой, которая легко несется в одной руке и вообще помещается в рюкзак. По размеру он как большой спальник примерно. Ох, красота-то какая! Река течет в основном в сосновых лесах. Наверное, за моей спиной видно что-то. Очень красивые берега, высокие. Паводок начал спадать. Было, наверное, метр на полтора выше воды, судя по траве на кустах. Ну что ж, пока я стартовал на первый основной день всего маршрута, расскажу пару слов о веслах. Потому что сложный момент, на самом деле. Водникам все, конечно, известно. А вот простым велосипедистам типа меня много вопросов может не давать покоя. Прежде всего весло как бы здесь используется байдарочное. Оно имеет определенную длину и угол лопастей относительно друг друга. Вот длина меряется по росту примерно и по ширине судна. Пакрафт обычно чуть шире байдарки. За счет этого он более сложнее его кильнуть. Даже при большом грузе на палубе, как у меня с велосипедом. Поэтому, подбирая по росту, можно брать, я думаю, с запасом по ширине весла. А вот с углом посложнее. Сейчас есть весла, которые имеют такой узел крепления, который настраивается на любой угол относительно друг друга. На любой угол лопастей относительно друг друга. Но, конечно, такие весла чуть подороже и найти их чуть сложнее. Техника гребли у меня, конечно, пока не очень. Ну, найти можно на ютубе опять же ролики, где все это объясняется, как это делать. Надо сказать, что сегодня я гораздо лучше закрепил велосипед. Я мог грести практически свободно, не задевая руля. И вообще, уже чувствую себя гораздо комфортнее в этой ситуации. Ну что же, вот и заканчивается мой проход. Точнее, ну как заканчивается, мне осталось 75 километров до Кимор на велосипеде отмахать. Это ерунда. Сейчас утро. У меня целый день впереди. Вчера мне таки пришлось скорректировать немножко маршрут, потому что был сильный ветер в морду, отсутствие течения уже ближе к троице волны. В общем, я понял, что я не дойду. Я как раз воспользовался той свободой, которую дает веловодный туризм. Я просто сел на велосипед и поехал по другому маршруту. Вот. Главный вывод этого похода. Не забывайте крем от загара, даже если это ранняя весна, потому что я страшно обгорел. Значит... ... Продолжение следует...